То, что вы пришли, это замечательно. Выходной день, показав уважение к артисту, поскольку всем известно, что артиста обидит может каждый. А чем это чревато, я думаю, все мы наблюдали в начале января, когда французское правительство обидело Джерарда Дебардье. И вот результат этой обиды, это российский паспорт, который на зло Франсуа Аланду он получил из рук российского президента. И самое удручающее для французского правительства, то, что его примеру могли последовать и другие деятели культуры Франции. Ну вот представьте себе, если бы это произошло, если бы они вовремя не одумались, и Брежит Бордо оказалась бы в Москве. Представьте себе такую ситуацию. Хмурым вечером субботним в розовом пальто по январской покапотне шла Брежит Бордо. На нее недобрым взглядом пялился народ и дышал синюшным ядом нефтяной завод. А она вся шла такая, мимо их проблем, еле слышно напевая песенку ЖТМ. Потому что тут в России, как сказали ей, все прекрасно и красиво в жизни у зверей. Да, порою здесь бывает и мороз и снег, но слонов не убивает русский человек. Хоть страна его раздета в дырках без штанов, но зато Россия это родина слонов. Столько лет Брежит копила мысли в голове и в конце концов купила комнатку в Москве, Чтоб в столице жить наездом, временно пока за Капотненским проездом прямо у ДК. Ради этой милой клетки с желтым канапе ей пришлось продать соседке виллу в Сан-Тропе. И скользила тень улыбки по губам Бордо, и в душе играли скрипки, как оркестр в лидо, Потому что дать ей паспорт обещал в презент славный, добрый, словно пастор, русский президент. Ее душа взлетала. Только в этот миг над Капотненским кварталом вдруг раздался крик. Дикий и нечеловечий вопль, кошачий виск, рухнув женщине на плечи, в воздухе повис. Слыша, как животный голос над землей дрожит, дыбом стал белесый волос у Бордо Брежит. И она, вздымая ноги, словно в варьете, побежала по дороге выручать КТ. Проскакав по снегу сотню метров, чуть дыша, у дверей в дыка Капотню тормознул и шаг. Перед ней мужчина рыжий, не жалея сил, изо рта слюною брыжа кошку палкой бил. И кричал, тараща жутко, злобные глаза, прыгай, мурка, проститутка. Я кому сказал, видишь, палка на веревке, прекрати орать, поддавайся дрессировке, прыгай, твою мать. Но уже спокойным тоном, увидав мадам, произнес, прошу пардону, это я не вам. И Брежит Бордо застыла, слыша этот бред, а потом, что было силой, крикнула в ответ. Ле садист, бруталь, отродье, ле горде, аларм, мэр, цуваж, мунтье, володья, я хотеть жандарм. Тут же быстро, по-гвардейски, щелкнув каблуком, появился полицейский в шапке с козырьком. Взглядом женщину измерив, он сказал тепло. Лейтенант Василий Зверев, что произошло? Комбайнер, жандарм Василий, экскюзе муа, мне сказать, что здесь, в России, любят анима, но и видят здесь насилие, виоленс, бардак. Кескесе, месье Василий, пуркуа здесь так? Вы, гражданка, ща про Юру мне втирали, чё? Это ж наш кошачий гуру, мэр, доктор Куклачёв. Он не грабит, не вороенный, скромный, без понтов. Он тут это, тренирует кошек и котов. У него их тысяча бошенны, и у каждой роль. А сегодня здесь у кошек нам для детей гастроль. Наши дети любят шоу. Кошек, поросяк. Это ж правда, хорошо, но праздник для ребят. Ладно, тётя, будь здорова, крикнул лейтенант. Не сказав ответ ни слова и поправив бант на своём сидящем строго розовом пальто, попрела своей дорогой прочь Бриджит Бордо. А вдали, где над Москвою падал небосвод, Как вулкан дымил трубою нефтяной завод, И над ним брели сквозь слёзы в ночь, где спит луна Два больных туберкулёзом розовых слона.